Мне, как мужчине, очень тяжело разговаривать на подобные темы хотя бы потому, что мы, мужчины, к врачам ходить не любим Корейская медицина достаточно такая развита и эффективна Это то, что они очень большое внимание уделяют именно диагностике Процент прям очень высокий Если на первой стадии проценты до 95-98% А, серьезно? То есть реально вот в чем сила чекапа, да? Да, да Лазер они выжигают, там что-то... Конечно, ну мужчины в этом плане вообще не храбрые люди, я вам так скажу Мужчина готов умереть, написать завещание, но ни в коем случае не хочет ехать в больницу Просто парадокс Ценовая политика, кстати, в Корее Я насколько знаю, что корейское лечение, оно доступнее, чем лечение в других традиционных для медицинского выезда странах Иногда вот пациенты наши говорят, зачем столько много обследований? Но на самом деле они смотрят на организм как на единое целое Друзья, сегодня у нас специальный выпуск и не менее специальный гость, чемпион мира по зарубежному лечению Я надеюсь, можно так сказать, Наталья Пан Наталья, приветствую Мне как мужчине очень тяжело разговаривать на подобные темы Хотя бы потому, что мы, мужчины, к врачам ходить не любим Чекап это то, к чему мы должны прийти Я вам честно скажу, мы боимся, что пойдя к врачам, они там что-то найдут И как нас залечат и, в общем, нарушат наш привычный ритм и уклад жизни Ну вот такие вот мужчины, по крайней мере, в Казахстане Я к тому же стоматологу шел, я не знаю, сколько лет И вот только сейчас решил заняться после ваших вот этих комментариев Некоторых людей заняться зубами Вот если бы не комментатор Есть что-то хорошее в этих хейтерах Зубы это вообще самое безобидное Самое безобидное Ну тогда сразу, почему Южная Корея? Ну, прям сразу так вопрос, я аж растерялась Ну, по многим критериям выбирают Южную Корею Но в первую очередь, наверное, потому что корейцы Вообще, если в целом говорить сейчас о корейских врачах То они достаточно такие щепетельные Не только врачи, а в целом корейский народ И если в каких-то сферах это немножко даже некоторых напрягает Но в медицине это, наоборот, играет в положительную пользу Потому что в медицине очень важна точность И одна из главных причин развития корейской медицины Это то, что они могут быстро и очень грамотно внедрить новые технологии в своей стране То есть они в основном перенимают опыт из США Но что очень мне нравится Они никогда не будут пользоваться какими-то непроверенными методами лечения То есть они больше за достоверность То есть когда они уже поймут, что да, действительно Эта технология или этот метод, или этот препарат эффективен Только тогда они будут его применять У меня был такой случай, когда звонят ко мне и говорят Вот мы узнали, что вот есть такая вот новая технология Терапия по лечению онкологии Можно вот полететь в Корею и получить ее там На что южнокорейские врачи отвечают Что да, мы знаем об этом методе Мы изучаем Этот метод находится на стадии клинических испытаний Поэтому пока мы не можем предложить Тем более для иностранных пациентов Потому что вы же понимаете Это большая ответственность Брать пациента под свое наблюдение Тем более на расстоянии Конечно, есть определенная группа людей Которые при их согласии Они используют эту методику И смотрят эффективность этого лечения Но на иностранных пациентах Они уже как бы позже применяют И второй фактор Почему корейская медицина Достаточно такая развитая и эффективная Это то, что они очень большое внимание Уделяют именно диагностике У них такая вот наша пословица действует Семь раз отмерь, один раз отрежь Иногда вот пациенты наши говорят Зачем столько много обследований? Но на самом деле они смотрят на организм Как на единое целое То есть они не смотрят на то Чтобы просто один орган лечить А остальные страдают из-за этого Опять-таки пословица Одно лечишь, другое калечишь Нет, у них такого нет То есть если они подходят К методике лечения, к комплексе Даже если есть какое-то основное заболевание То они соответственно и отслеживают И сопутствующие заболевания То есть не так, как хирурги Сразу отрезан Ну и плюс, вы говорите Корейская медицина Она не экспериментальная Нет, есть для местного населения Они, конечно, проводят какие-то свои эксперименты Исследования делают То есть местным самое лучшее, как с машинами? Ну вот машины же в Корее Все говорят, какие они для себя делают классные автомобили Нет, ну вы же понимаете Хотя стоит сказать, что Икея с Хёндой сейчас Посмотрите, они всех победили Ну да, но не в плане здоровья Все-таки вот эти вот все клинические исследования Они могут же быть как положительными, так и не очень положительными Поэтому рисковать, конечно, жизни Тем более иностранного граждана Естественно, Южная Корея не пойдет на такие риски Ну или это может быть репутационным ударом в целом По медицинскому туризму Насколько вообще эта отрасль действительно важна для Кореи? Медицинский туризм? Ну в целом, естественно, это одна из таких сфер Где, конечно, экономика Кореи тоже за счет этого обогащается Но здесь, знаете, принцип такой Что у них нет такого Что они прям вот заинтересованы в том Что большой поток людей Там приезжали и лечились Лишь бы приехать У них нет такого И что мне нравится Если человек прилетает туда Он получает какое-то лечение То с большей вероятностью Это будет максимально положительный результат То есть я в этой сфере работаю уже более пяти лет И откровенно скажу, что я занимаюсь Очень серьезными заболеваниями Например, как онкология И если бы я видела бы больше негативный результат Я бы, конечно, морально не смогла с этим справиться Я бы в этой сфере не работала Какие бы деньги вы мне там не платили Поэтому здесь Ну, здесь самое главное в этой сфере Именно дарить здоровье людям Ну, в частности, иностранным гражданам Ну, тем не менее, все равно много людей летит в Корею лечиться Но в то же время там же не волшебники То есть, понятно, вы же сами говорите Ну, то есть были пациенты, которых не вылечили Да, есть такие люди Это, наверное, в основном люди, которые вот как раз-таки Не приемлят диагностические процедуры Не ходят на чекапы И которые в последний момент о чем-то узнают Да, к сожалению, вот вы в начале интервью Затронули такую тему, что мужчины боятся И оттягивают вот эту встречу с докторами С обследованиями И вот у нас Извините Окей Вы про это говорите, видите У вас идет У меня психосоматика работает сразу, да Закашливаю я Еще раз скажите Да, вот эти мужчины, да Иди к врачу Так вот, да Так вот, они и оттягивают этот момент Встречи с доктором Либо с каким-то обследованием Знаете почему? Потому что у нас так поболит И мы такие Ну, сейчас пройдет же И все, и нормально будет Вот мы ждем этот момент, когда пройдет А вот у меня вопрос к вам Почему? Ну, то есть, страх внутренний Что что-то найдут? Да Ну, мне кажется То есть, страх не боли, да Что вам больно сделают? Ну, не, ну в целом, конечно Мужчины боятся таких вещей Вот вы видели женщин этих, да Они колят в себя что-то в лоб Это просто, это даже не надо Они просто так готовы на это идти, да Да Они что-то там лазеру не выжигают Там что-то, конечно Ну, мужчины в этом плане Вообще не храбрые люди Я вам так скажу И, да, извиняюсь Я вообще Прекратите у меня интервью Отвечайте на вопрос, да Ну, я хочу как-то восполнить Нет, просто хотела Немножко рассказать Буквально вот Совсем свежую историю У меня просто Мы переболели коронавирусной инфекцией И болела я И болел мой супруг И такая была ситуация Что я вроде бы в такой средней тяжести заболевания Пронесла это все А супругу было достаточно плохо Причем очень плохо Но знаете, что самое интересное? Ему каждый день становилось хуже То есть была температура Поднималась до сорока с половиной Кашель тяжелый С мокротой В общем, жар В общем, вся симптоматика Которую описывают в интернетах Все он ее перенес Причем Поражение легких 70% И знаете, что самое 70% 70%, да И знаете, что самое интересное? И каждый день Получая вот эти факты То есть мы понимаем Что состояние Отягощается Но он готов был Написать завещание на меня Но сказал В больницу я не поеду И врача мне не нужны Вот я смотрю на него И думаю Ну как так? Ну как бы Ты же видишь Что тебе становится все хуже и хуже То есть Мужчина готов Умереть Написать завещание Но ни в коем случае Не хочет ехать в больницу Просто парадокс Ну во всяком случае Вы знаете Сейчас опять-таки Хочу Рассказать про Корею Что система здравоохранения Она именно нацелена на то Чтобы людей приучать Именно к ежегодному Чекап диагностирования Мне кажется Знаете Где здесь выход Для Казахстана Он на стороне работодателей Потому что крупные работодатели Безусловно Могут обязать И даже оплатить Конечно же Вот ежегодный чекап Своих сотрудников Ну хотя бы в местных поликлиниках И я думаю Конечно И есть Это такая же культура И в Корее Что именно правительство Южной Кореи Обязывает работодателя Следить за тем Чтобы их сотрудники Проходили ежегодный Ежегодный чекап диагностирования Иначе они начинают Налагать какие-то штрафные санкции Просто проблема в том Что третья нашей страны Это самозанятые люди Ну да Здесь уже Очень много людей Работает в малом среднем бизнесе Да То есть Это сектора Которые и так страдают Да очень сильно Экономики в пандемию И обязать их Там Еще и сейчас Срочно тратить деньги На чекап Ну наверное Где-то Наверное Негуманно С точки зрения Выживания в целом Но в то же время Вы говорите Правильные вещи Просто у нас еще культуры Такой безусловно нет Но мне кажется Девушки Берите парней своих За ручки И вместе с ними Пошли на Тот самый чекап Ценовая политика Кстати в Корее Я насколько знаю Что корейское лечение Оно доступнее Чем лечение В других традиционных Для медицинского выезда Странах Таких как Германия Швейцария Израиль Но в то же время Я слышал Что и в самих Корейских клиниках Цены разнятся То есть Есть какие-то Крутые клиники Поправьте меня Там Самсунг Крутая клиника Ну как телевизор Там Хороший Машины кстати Самсунг Спорное решение Но Условно Там Самсунг Топовые смартфоны Да и понятно Топовая клиника Но есть и клиники Там попроще В которых То же самое Казалось бы Делают Гораздо дешевле Или я не прав Конечно Ценовая политика Разнится Между Клиниками попроще Либо клиники Топовые Сейчас я не хочу Вдаваться в подробности Не хочу никого обидеть Из клиники Южной Кореи В целом Просто скажу Что Человек Который Осведомлен Именно в целом По медицине В Южной Корее Он конечно Может подобрать Под пациента Определенную клинику С Его так скажем Пожеланиями Финансовые возможности Но при этом Дорогой ценник Тоже оправдан Ну Мы все Переплачиваем За тот же самый бренд Поэтому Здесь тоже Имеет место быть Вот Но в целом Я хочу сказать Что уровень медицины В Корее Он в целом Он очень На хорошем Таком Сказала бы Даже высоком уровне То есть Если сравнивать Опять-таки По ценовой политике Конечно Дешевле Чем в Европе Америке В Японии Сингапуре Вот вы страны Назвали Но при этом Качество Оно Соответствует А политика Здравоохранения Кореи В отношении Своих граждан Она какая? Корейцы Бесплатно лечат? Нет Все платно А корицы Тоже платно лечат? Да Но Конечно же Определенные Заболевания Покрывает Страховка Но Тот же самый Кстати Чекап Они оплачивают А цены Для них? Цены Почти такие же Как и для иностранцев Я что хочу сказать Что Мне вообще нравится Подход Именно Системы здравоохранения К здоровью И к медицине Потому что Согласитесь Когда мы что-то Получаем бесплатно Мы это не ценим А здоровье Это самый ценный Жизненный ресурс Соответственно Когда мы получаем Бесплатно Мы Мы даже можем А Ну бесплатно Бесплатно Окей Именно Система здравоохранения В Корее Выстроила Такую систему Что Часть Конечно Покрывает Правительство А часть Оплачивает Пациент Тем самым Когда пациент Проходит Заболевание Оплачивает И это возможно Бьет даже По карману Естественно У него происходит Какое-то переосмысление И подход К своей жизни К своему здоровью И он начинает Соответственно Больше вести здоровый образ жизни Или допустим Про зубы Зубы у них Вообще Сто процентов Не покрывается И они Полностью Оплачивают Конечно У них Лечить зубы Очень дорого Ну К примеру Поставить брекет У нас стоит Тысяча долларов У них Пять тысяч долларов И вы представляете Насколько Это серьезная Такая ощутимая Стоимость Надо по братку Лететь к нам За зубами Хоть что-то И поэтому То есть Поэтому Они Очень заботятся О своих зубах Если вы заметили Они по 3-4 раза На день Чистят зубы Конечно С такими ценами Ну так вот Видите Если бы это все Было бы Бесплатно Я не думаю Что такая была бы Культура Хорошо Ну классный подход Когда люди Действительно Постоянно ходят На чекап И проверяются Вы так часто Говорите про онкологию Насколько Велико Количество Казахстанцев Выезжающих В Корею На лечение Болеющих Раковыми заболеваниями Это основное? 95% Сколько? 95% Летят именно По лечению онкологии То есть До сих пор У нас в стране Нормально не лечат Онкологию Я делаю для себя вывод Окей Хорошо Вы можете даже Не комментировать Но на самом деле Да Где-то и смешно На самом деле А где-то Совершенно не смешно Потому что я Читаю Сколько денег Выделяется И до сих пор Мы как-то Говорим о том Что Я получаю Постоянно запросы В Директ Что мы Собираем Деньги И мы реально Что делаем? Мы постоянно Собираем Деньги Кому-то Я не знаю Сколько Какому же Количеству людей Мы собрали Деньги Но мы постоянно Собираем Деньги И конечно Мне интересно То есть Если отбросить людей Которые едут на чекап И повеселиться Ну можно же да Совместить Конечно Поговорим об этом Давайте с онкологией Закончим И тем менее Большинство людей Которые уже болеют Они летят в Корею Именно с надеждой Вылечить онкологию Ну да Удается это? Ну все зависит Конечно же От ситуации Именно на какой стадии Человек обратился А если на ранней стадии? Процент прям очень высокий Если на первой стадии Там проценты До 95-98% А серьезно? То есть реально Вот в чем сила чекапа Да? А если на четвертой стадии Там уже Ну да Там уже Конечно у нас У меня в практике Были такие случаи Когда мы вылечивали пациента И на четвертой стадии Вот Но конечно Это такие Достаточно редкие случаи Все нужно Ну оценивать ситуацию Вы сами делали там чекап? Конечно Ежегодно Что-нибудь потом лечили? Ну да Я сама перенесла Онкологическое заболевание А серьезно? Да Причем Ну как бы у меня был опыт И в Казахстане И в России И в итоге Я уже лечилась В Корее И это такая Отдельная история Очень обширная Большая Но в течение Пяти лет Я лечила онкологию И сейчас Конечно Пройдя все эти этапы Лечения Конечно же Я беспокойся Своим здоровьем Ежегодно Прохожу чекап Ну как Сейчас у вас ситуация Вы смотрели? Конечно Да Я сейчас нахожусь В стадии ремиссии И ежегодно Также прохожу Именно контрольное Диагностирование По моему основному Заболеванию И слава Все хорошо Ну то есть Вы лично с этим Столкнулись? Да Ну собственно Поэтому я и начала Помогать людям Таким образом Чтобы убрать Вот эти вот границы Можно сложный вопрос Если бы вы лечились В Казахстане Я просто даже не уточняю Что за онкология Это Ваша личная история Но тем не менее Если бы вы лечились В Казахстане Вы бы вылечились? Как вы думаете? Вы же лечились В Казахстане? Да Но наверное С тем запущенным С той запущенной ситуацией Наверное Нет У нас бы возможно Даже этого интервью Бы не состоялось Если бы вы лечились В Казахстане Затем бы поехали в Россию Да Тоже лечиться? Да Как там ситуация? В целом Ну знаете Если сравнивать Допустим с Кореей То конечно там А если с Казахстаном? Если с Казахстаном Ну наверное Там чуть получше Чуть получше Да Ну а если с Кореей Конечно Большая пропасть Я правильно понимаю Или нет? Да Ну там знаете Какие-то еще Очень устаревшие методы Просто не буду Сдаваться по тронусь Потому что это Очень интимно Но там действительно Какие-то очень Барварские методы Я бы сказала Ну понятно Там ситуация В Казахстане В России Но тем не менее Вы поехали В Корею Вы потом второй раз Туда поехали Насколько я понимаю И вы решили Этим заниматься Потому что Вы знаете Как сделать правильно Я так понимаю Потому что Я к чему к вам Вот смотрит Наша программа Сейчас человек Которому возможно Поставили Непростой диагноз И есть какой-то Установленный алгоритм Что ему делать Дальше Ну Есть Два пути Первый Дальше Что окажется Хороший специалист Именно по тому заболеванию По которому Обратился Ну вот Статус клиники Которые отличаются От нашей системы Здравоохранения А потому что Я слышал историю Опять же Из своего опыта Что У меня родственница Она поехала И она говорит Там какая-то простая операция Ну говорит Такое оборудование было Как будто я в доктор хаус Попала Сериал Везде Хотя она Я так понял Это не самая была Какая-то крутая клиника Тем не менее Все в каких-то Мониторах Этих Оснащение Конечно У них Очень Хорошее И Причем я же говорю Что они очень щепетильные Я вас перебил Продолжаем Что делать человеку Ага И второй путь Это конечно же Обратиться В компании Которые этим занимаются Ну хотя бы Вот Больше трех лет Я считаю Потому что все-таки Такие компании Они занимаются Не просто отправкой Человека на отдых Это все-таки Здоровье человека У нас много таких компаний? Ну Крупных таких компаний Которые действительно Очень долго На этом рынке Наверное Может быть Я отмечу Где-то пять Вот Остальные Ну Поменьше Ну Те В общем Которые Имеют опыт Где-то Не обманут И нормально Направлен Да То есть У таких Компаний У них Есть все-таки Уже Какой-то Наработанный Опыт Именно Отправка Пациентов Ой Практически Практически Везде Потому что Когда я Допустим Летела Я полетела Совершенно Без Какой-либо Помощи И Ошибки Были практически Везде То есть Сейчас На данный момент Я понимаю Эти ошибки Но на тот момент Мне казалось Что все хорошо Начиная От составления Анамнеза Заканчивая Приобретением Билета Вот Составление Анамнеза Это очень Важная Часть Которая Необходима Именно При Первичном Осмотре Дистанционном То есть Будучи Находя Здесь Пациент Он может Получить Предварительную Консультацию От того Доктора К которому Он летит На основании Этого Анамнеза А что Можно упустить В анамнезе К примеру Были такие Случаи Когда нам Присылают 90 Листов С разными Обследованиями Ошибка Какая Может быть Вот Эти 90 Листов Ни один Корейский Профессор Себя уважающий Не будет Соответственно На это Все Смотреть Ему Нужно Понять Что Ему Нужно Лечить Вот В этих Многочисленных Бумажках Там Соответственно Есть И Сопутствующие Заболевания И Хронические Заболевания И если Неправильно Преподнести Информацию Доктору Он Может Примерно Расписать Обследование Лечения По Всем Этим Заболеванием При этом Упустить Возможно Какое-то Основное Заболевание Которое Сейчас На данный Момент Беспокоит Пациента И Соответственно Ценник Будет Увеличен На Обследование Время Потерянное Потерянное Время Да Либо Можно Допустить Ошибку В том Плане Что Не дописать Какие-то Сопутствующие Заболевания Какие-то Может быть Аллергические Реакции И По факту Человек Получил Допустим Обследование Стоит К примеру Тысячи Две Тысячи Долларов А по факту Он приезжает А у него Оказывается Букет Других Заболеваний Которые Тоже Очень важно Лечить Потому что Они мешают Именно Основному Заболеванию Наверное Немножко Сложное Сказала Не Все Очень Интересно Какие Еще Ошибки Можно Совершить Ну Например Приобретение Билетов Вроде бы Такое Безобидное Но А что Зашел Там На Ирстанул Чока Тревел Каспи Тревел Авиата У меня был Такой Случай Когда Пациенты Приобрели Билеты Только После Этого Они Обратились Ко Мне Полетели Но Оказалось Что Заболевание Более Сложнее Нежели Чем Ставили В Казахстане И Поэтому Пациенту Пришлось Задержаться А у Него Билет Невозвратный И Конечно У нас Ну Конечно У нас Эмпатия Друг Друг Очень Хотелось Помочь И Мы Даже Подключили Руководство Авиакомпании Но В итоге Мы Ему Сэкономили Тысячу Долларов Только На Билетах Поменяли Ему Билеты И Он Благополучно Улетел Вы Называете Не совсем Фантастические Цифры Сколько Стоит Обычный Чекап Я Понимаю Что Он Наверное Делится От того Мужской Женский Делится Мужской Женский Да Конечно Здесь Сексизм Видите Делится Наверное По возрасту Ну Такое Усредненная Цена Ну Я Грубо скажу Что Начинается Базовая Диагностика От 350 Долларов И Вип Пакет Где-то В районе 5000 Долларов 5000 Долларов И тебя По полной Сканируют Да Знаете Что Боюсь Говорят Прыгаем Да С одного Другого Говорят Вот В Корее Любят Как это Называется Когда Шланг Вот Колоноскопия Да Колоноскопия Вот Делать Да Мне Опять На опыте Одна Родственница Рассказывала Что сначала Тебе что-то Еще дают Принимать Чтобы Там Все Прочистить Такое Сомнительное Удовольствие Целый день Лежать В прекрасной Гостинице В Сеуле Хочется Выйти Посмотреть Какой там Прекрасный Мир За окном Купить маски Нарисон Корейскую Косметику А ты сидишь Во-первых Чистишь Организм Перед Вот Этой Процедурой Но Потом Усыпляет Нормально Но Рядом Был Русский Мужик Который Отказался Чтоб Его Усыпляли И делал Наживую Говорит Так Он Орал Говорит Я никогда Такое Болезненно Очень Болезненно Ну Это Поэтому Лучше Лучше Не нужно Лучше Под Седативным Снотворным Это Абсолютно Безвредно Это Обязательно Да Просто У нас Ну Особо Это Не делают Поэтому Опять То есть Я Со стороны Мужчин Че Нам Страшно Ну Ну конечно Это Очень Больно И Знаете Мужчину У нас Еще плюс Все Там Ты Я не знаю Вот Красное Надел Уже Голубой Да Там Свечку Там Но Это Полезная Процедура То есть Почему Это Как Часть Зачастую Чеков Ну Конечно Ее Не нужно Прям Вот Ежегодно Делать Конечно Если Есть Генетическая Предрасположенность То Желательно Лучше Предотвратить Я Я понимаю Что Интервью У нас Серьезное Но Я говорю Про Такие Вещи Которые Волнуют Мужчин Ну То Я Когда Думаю Об Чеков И Хорошо Если Мы Будем Затрагивать Постоян Приглашают На эти Чеков В общем А я Боюсь Вот Эту Штуку Которую Мне Будут Сувать Что Потом Пацаны Скажут В Другой Стран Что Они Скажут Если Ты Отъедешь В принципе Вы Молодой И Вам Нет Необходимости Пока Это Проходить Опять Таки Говорю Если Нет Генетической Предрасположенности Поэтому Хоть И диапазон Центром От базовой До Вип Диагностики Имеет Свои Какие-то Определенные Обследования Но Мы Еще К Нашим Гражданам Подходим Именно Индивидуально Потому Что Люди Знаете Они Как Хотят Поехать Туда И Решить Все Свои Проблемы И приехать Абсолютно Здоровым Все Таки Корейские Программы Они Больше Рассчитаны На выявление Очень Серьезных Заболеваний А Что Что касается Таких Мелких Заболеваний В принципе Это так Как Сопутствующие Поэтому Мы Еще Индивидуальную Программу Составляем Для того Чтобы Они Уже Приехали Со Всеми Ответами На Их Вопрос По Здоровью А Можно Сделать Как Я Говорю Вначале Интервью Чикап И Действительно Туристическим То Чикап А В остальное Время Походить По Коре Это Вообще Хорошая Возможность Тем более Если вы Летите Туда Просто Вот Вас Ничего Не Беспокоит Хотите Просто Проверить Своё Состояние Организма То Конечно Вот Именно Мне Очень Нравится В Корее Проходить Чикап Потому Что Ты Базовую Диагностику Можешь Пройти За Полдня А Вим Диагностику Можешь Пройти За Два Дня Причем Включают Туда Такие Серьезные Заболевания Обследования Как ПЭТКТ Компьютерная Томография Которые Здесь У нас Ждут По Полгода Вот А В остальное Время Пожалуйста Вы Можете Гулять По Корее Шоппинг Там Очень Шикарный Шоппинг Очень Качественные Вещи То есть Есть Люксовые Торговые Центры Как Хюндай Центр Или Лотте Можно Даже Приобрести Вещи И В Бутиках Метрополитена Причем Качество Будет Тоже Очень Хорошее Там Буквально 5000 Вон Это Грубо говоря 5 долларов Но при этом Хорошие Вещи Носибельные Что еще Порекомендуете Я В Корее Даже На пляже Был Джейджу По-моему Джейджу Это Остров Да Это На самом деле Его Признали Как Всемирным Наследием И он Находится Под Защитой ЮНЕСКО И На самом деле Там Неописуемая Красота Но К сожалению При Всех Моих Многочисленных Визитах Не удавалось Видите А я Чикап Не проходил И был На взятии Смотрите Я так понимаю Но пандемия У нас В Корее В нормальное Время Был Безвизовый Резим Да Всегда Было Просто И доступно Долететь Долететь До 30 дней Благодаря Этому Очень Много Денежных Переводов Стало Из Кореи В Казахстан Это правда Отдельная Тема И возможно Даже Не нашего Канала Тем не менее Что сейчас Какая ситуация Насколько Тяжело Выехать На лечение В Корею И какие Условия Существуют Для наших Раз Сейчас Временно Корея Сделала Некие Ограничения Опять-таки В целях Эпидемиологического Контроля Ну В связи С ситуацией С короной И Есть Визовый Режим Есть Карантин Режим В течение 14 дней Но Сейчас Кстати Сегодня Мне Пришла Такая Новость Что Корейская Сторона Будет Принимать Людей Иностранных Граждан И Просто На туризм И на лечение Те Кто Вакцинируется То есть Вакцины То есть Сегодня Они Только Рассматривают Это Не введено Но Они Рассматривают И Также Главное Чтобы Они Признали Спутник И Казвак Ну Да Здесь Тоже Спорный Вопрос И мы Это Тоже Изучаем Но Сейчас На данный Момент К сожалению Кроме Спутника Мы Ничем Не Можем Вакцинироваться Ну И Казахстанская Вакцина Ну Да 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 Вот И Кстати Некоторым Пациентам Даже Полностью Покрывают Расходы На Изоляционный Период Вот Тоже Очень Удобно Но Сейчас Ты По-любому Должен пройти Получается Карантин Прилетев туда Ну Да И только Потом Начнется Лечение Да Понятно Ну С одной Стороны Это Хорошо С другой Стороны Конечно Наверное Не комфортно Две Недели А где ты находишься Две Недели Это называется Насколько я помню Это обсервация Находишься ты в гостинице 4-5 звезды Очень хорошие условия У меня кстати Даже был прямой эфир С пациентом Который находился В изоляции Он прям показывал Все условия Плюс трехразовое питание Достаточно очень Хорошие условия Еще и покрываются Да Некоторым пациентам Покрывается Полная стоимость Периода Ну Если Так вот На цифрах То 100 долларов В сутки Стоит За 14 дней Они оплачивают 1400 долларов При этом Потом покрывается Эта сумма Очень интересно Да Ну В корейских больницах Не опасно лечиться То есть Я даже здесь Боюсь ПЦР ходить Сдавать Потому что Там постоянно Кто-то чихает Кашляет И так далее Как ситуация С коронавирусом В этом плане Они большие молодцы И Южная Корея Она же Является Примером Для других стран В борьбе с коронавирусом И Нашли Всех И бары Даже Вычисляют Да У нас Мне никто Не позвонил Даже ни разу После Моего положительного Теста Опять же Вы просили Не сравнивать Да Я и не сравниваю Может быть Ну и не звоните Есть у человека Запрос на лечение В Корее Насколько быстро Можно получить ответ От клиники Или от самого Врача Сутки А вот так быстро Да Ну конечно Это еще зависит От того Насколько быстро Обработается Вся вот эта Медицинская документация То есть Если вы попадете К грамотному человеку Который сможет Быстренько Все это Оформить Кратко Но при этом Грамотно Перевести Отправить И получить ответ Ну Где-то сутки Двое Максимум То есть В зависимости от того Конечно Может быть у врача Операционный день И конечно же Он отвечает на следующий день Ну Не больше двух дней Как кстати Кормят В корейских больницах Наших людей Я знаю что Наши люди Очень чувствительны К еде Ну На самом деле Наверное Это такая больная тема Для наших граждан Тем более Казахстана Потому что Там нет Там всего Знаете Такое оздоровительное Там здоровое питание Если мясо То много зелени Теста Вы там не найдете Бешпармака Не найдете Вот Но Во всяком случае Есть клиники Которые предоставляют Уже такую европеизированную Кухню И есть районы Где Именно наши Сограждане Бывшие Открывают Такие вот Кафе Русскоязычные Но мне друзья Говорили что Им готовили Отдельно другую еду Нежели чем Корейцам Которые проходили Там лечение Где В больнице самой Да Да Есть как корейское меню Так и европейское Есть кстати русское В некоторых клиниках Серьезно Ну да Но честно сказать Еще нужно конечно Доработать Лучше не стоит Ну Ладно Правда Кстати что корейская кухня Там отличается От нашей корейской Конечно Однозначно Ну вот если брать Вот именно нашу Вот это вот Кукси Такой вот Очень сильно отличается Там знаете Больше Остро-сладкая еда А у нас здесь Просто острое Где вам больше нравится Честно здесь у нас Да Хоть вы увидите Ну В чем-то мы лучше Я еще вспомнил В этом джеджу На меня произвело Впечатление Что В старбаксе Нам налили С собой И Но мы сели Там внутри И нам сказали Ребят Ну вы должны уйти Так как Вы взяли С собой Вы не имеете Право В одноразовой Посуде Пить Внутри Заведения Так как Это против Экологических Стандартов И Либо мы Давайте вам Перельем В обычную Многоразовую Посуду Мы такие Что Вообще Ну Типа Реально Мне казалось Такое только В Японии Бывает И Я продолжаю Друзья Сори Камеры Уже Работают Я продолжаю С туризмом Для меня Туристическая Поездка В Корею Была Самой Стрессовой С точки Зрения Моего Вида Отдыха И вообще В целом Нашего Когда мы Летим Там В Турцию Там Я не знаю Египет Там Дубай Да Кто куда Летает Ну В последнее Вообще Мы правда Никуда не летаем Тем не менее На капчик Мы приезжаем И мы просто Лежим Это самый классный Вид отдыха Чтобы вы знали Вы там Всем передайте В Корее Самый классный Вид отдыха Мы ночью Даже может Что-то гудим Обсуждаем Потом спим Долго Как я ездил В Корею 10-15 Приходим 16-15 Ужин Тогда выезжаем В Восток В 9 утра Пойдем Летим на самолете Туда Выходим И так далее Я говорю Это отдых Или что это такое У нас все вот так И у них Ну реально С 10-15 Если там 10-16 Уже на меня смотрят Как Мы из Казахстана Мы так не умеем И Да После этого Я правда подумал Что наверное Вот таким бы людям Я бы доверил Своему здоровью Которые Ну настолько Все четко делают Тем не менее Есть ли Безусловно Совмещать Оздоровительный туризм Не тот Который связан С лечением А тот Который связан С попутной диагностикой Возможно С вот этими Велносами И бьюти Да Кстати вот Эта тема Такая очень Востребованная В Корее Ну и в целом Сейчас мне кажется По всему миру Тоже Эта культура Водится Можно перебью Конечно Я пошел Я пошел здесь Подстричься В Есентайе Какая-то Корейская Парикмахерская Или как там Называется правильно Барбершоп Или Самый Красный И там Кореец Он говорит У вас здесь Неправильно Вот так Волосы Вам нужно Приложить Он говорит Сейчас будем Химию делать Жечь От меня Месяц У вас хорошая Химия получится От меня Месяц Пахло чем-то Как будто Этот И он говорит Так лучше Говорит Этот Посмотри Мне 50 лет А там стоит Мальчик Говорит Посмотри Как я выгляжу Вы ничего Здесь не понимаете Я говорю Спасибо Братан Я как-то Этот Но действительно Люди Наверное Летят туда И не Только Лечить Онкологии Но и за Красотой Ну Прямо Нет Массового Такого Что Прямо За Красотой Это Сейчас Только Развивается Новый Тренд Да Только Развивается А что Можно Сделать У них Есть Знаете Вообще Корейский Народ Помешан На Здоровом Образе Жизни На Омоложение На Оздоровление Если Вы Были В Корее Вы Видели Наверное У них Даже Просто Черного Чая Или Зеленого Нет То Обязательно Должен Быть Рисовый Кукурузный Но Обязательно Полезный И В Корее Существуют Прямо Тематические Мероприятия По Уходу За Собой По Оздоровлению Их Насколько Я знаю Четыре Первый Это Beauty And Spa То Есть На Проводят Эти Мероприятия На Базе Горячих Источников На Специальных Соляных Полянах Есть Даже Женьшени Вы Спа Вы Знаете Женьшени Это Такой Продукт Который Укрепляет Организм Второе Это Мероприятие Природа И лесотерапия Для Нас Наверное Непонятно Что Это Такое Но Некоторые Доказывают Что Именно Прогулка Среди Деревьев Активизирует Рост Иммунных Клеток В Организме И Там Есть Кипарисовые Рощи Есть Ромашковые Фермы В общем У них Там Своё Мероприятие Третье Это Медитация И Хилинг Если Медитация Мы знаем Понятие То Хилинг Это Особый Вид Медитации Где Идет Глубокое Погружение Разума И Расслабление И Четвертое Наверное Самое Востребованное Это Антиэйджинг Анти Возрастные Процедуры Где Соответственно Есть Той же Комплекс Мероприятий Где Направлено Именно На Это Самое Модное Даже У нас В Алмате Сейчас Это Очень Модно Тем Более Все Мы Видим Сериалы Фотографии Корейских Женщин Да И Мужчин Тоже Они Очень Моложавые И Все Конечно Стремятся Именно Пользоваться Корейской Косметикой Это Еще Генетически Знаете Ну Знаете Я хочу Вам При этом Не Ухаживать Все Равно То Несмотря На То Что У них Есть Генетическая Предрасположенность Они Живут Рядом С морем Они Все Равно Целый День Что-то На Себя Мажут Прикладывают И В общем Делают Какие-то Такие Процедуры То Нельзя Просто Скидывать На Генетику А У меня Генетика Плохая Поэтому И Не Буду Ухаживать Ну Кстати Пока Я готовился Правильно Его Назвал Но Вроде Все Так И Там Есть Исчерпывающая Информация Про Оздоровительный Туризм Вернемся К тому Вопросу На Котором Вы Меня Перебили Я Правда Сделал Это В ответ Все Таки Что Посмотреть В Корее Какие Достопримечательности Вы Порекомендуете Сколько Дней Нужно На Силу Примерно Необходимо Где-то Дня Три Для Того Чтобы И Посетить Достопримечательности Такие Как Лоте Ворлд Это Тот же Самый Диснейленд Кстати Он даже Лучше Чем Диснейленд В Париже Есть Башня Где 121 Либо 123 Этажа Где Вы Можете Подняться И Посмотреть Всю Красоту Сеула И Также Если У вас Есть Время Можно Посетить Региональные Города Например Как Пусан Он Более Такой Туристический Более Такой Легкий Город И Кстати Вас Нужно Было Именно Туда Направиться Да Спортовый Город Да Там Очень Много Разных Улочек С Разными Блюдами Именно Корейской Национальной Кухни Вот Либо Можно Поехать В провинцию Канвондо Это Исторический Город Канвондо Да Там Есть Храмы Есть Самый Длинный Фуникулер К вершинам Горы И Тоже Можете Окунуться Там В Такую Историческую Атмосферу Корейской Так Скажем Традиции Наталья Спасибо Вам Большое За такой Экскурс В Корею И Корейскую Медицину На самом деле Был Сегодня Цел Алгоритм По Лечению Тех Или Иных Выявленных Заболеваний И К тому Что Нужно Относиться Правильно К профилактике Своего Здоровья Спасибо Большое Еще Вопрос Ответите Либо На какие-то Комментарии Которые Будут Под Этим Видеем Да Конечно Я Всегда Открыта Для Общения И Конечно И В конце Нашей Программы Наш Корейские Фирмовые Корейские Это Специальная Разработка Определенной Лаборатории Которая Укрепляет Иммунитет Мне кажется Сейчас Это Мега актуально Антитела И иммунитет Антитела Вы подарить Не можете Наверное Будем Работать С иммунитетом Друзья Оставляйте Свои Комментарии Угоритм Выявления Лучшего Я думаю Что Наталья Чуть позже У себя В инстаграм Покажет И расскажет Всем Удачи Будьте Пожалуйста Здоров И не Пренебрегайте Диагностикой